Добрый день, сябры! Приветствую вас на канале Счастливый Садовод. Вот давно собиралась подготовить видео о розах для парадной зоны. У меня было вот несколько моментов, которые меня смущали. Во-первых, стиль парадной зоны определяется архитектурой вашего дома. Во-вторых, на вкус и цвет фломастеры разные. И в-третьих, у всех нас разная климатическая зона, и я могу идти со своими советами в ноль. То, что отлично растет в моем саду, не факт, что порадует розоводов, например, там на севере или на юге. Поэтому для данного видео я выбрала универсальные сорта роз, которые отлично впишутся в любой сад. Это сорта, которые по отзывам многих розоводов отлично растут в различных климатических зонах. Я изучала их характеристики, для этого посмотрела видео различных садов, различных блогеров и синтезировала лучшие сорта для вас. Кроме того, я сделала подборку сортов, как говорится, на любой вкус. От плетистых, высоких, до спрейк, невысоких. И сегодня будут представлены розы в различной цветовой гамме, от светлых до темно-красных. Но каждая роза, о которой мы будем говорить, будет обильно цветущей, с хорошим здоровьем и хорошо будет держать цветок. Но не менее недели это точно, я это один из главных критериев определила. Я отбросила эмоции, симпатии, мой восторг относительно многочисленных сортов в моем саду. Сегодня вам расскажу, так сказать, о лучших из лучших. Знаете, я когда-то была очарована красотой японских роз и высадила около 10 сортов японских роз на парадную зону. Это в моем стиле. Сразу и много, и на парадную зону. А у японок действительно цветок очень красивый. И у меня просто был сплошной восторг от красоты цветка. Но японки болеют. Даже при регулярных обработках очень многие болеют. Вот сбросят лист, стоят голые. И чем на парадной зоне прикрыть этот срам? Вот хороший вопрос. Я надеюсь, мое видео поможет вам избежать ошибок при оформлении парадной зоны. И сразу хочу вас попросить поделиться впечатлениями от роз, которые растут у вас на парадной зоне. А сейчас давайте начнем. И начнем мы с отличных сортов плетистых роз. У меня в саду около 30 сортов плетистых роз. Но для парадной зоны отобрала несколько лучших. Начну со стабильной классики Пьер де Рансар. Роза, проверенная временем, одна из лучших плетистых роз за всю селекцию розоводства. Высоту в среднем достигает около 2-3 метров. Цветок в диаметре около 12 сантиметров. Роза с отличными характеристиками и отзывами розовода. В доказательство того, что роза невероятно хороша и надежна, у меня вообще три куста в саду этого очарования. И это при моем дефиците места в саду. Недостатки есть. Второе цветение скромнее первого. Ну и второй ее недостаток, это слабый аромат. Меня эти недостатки совершенно не напрягают. И если бы мне пришлось заново создавать сад, то это была бы одной из первых роз, которые бы я забрала с собой на новый участок. Я бы копала на новый участок ее и сразу же с ней выкопала бы Чандас Бьюти. Это вторая надежная роза. Отличный вариант для парадной зоны. Я не часто говорю и сейчас не буду тратить ваше время на разговоры о Чандас Бьюти. Но если в двух словах, то она идеальная. Вверху ссылка на видео, где я более подробно рассказываю о розе Чандас Бьюти. Полька. Плетистая роза в высоту достигает 3 метров. В моем саду она пока где-то около метра. Очень обильно цветущая и очень ароматная. Диаметр цветка где-то около 10 сантиметров. Мне она немного напоминает рококо. Если вам нравится рококо, то полька тоже может вам запасть в душу. Я когда выбираю розы, первым делом изучаю характеристики роз. Это для меня самое важное. Но история появления этой розы в саду не совсем стандартная. Мою маму зовут Пелагея. Ее называют Поля, Полька. Еще и племянница у меня Полина. Но мы ее тоже зовем Полька. Вот и я купила этот сорт розы, ориентируясь исключительно на название. И руководствуясь исключительно эмоциональной привязанностью к близким людям. Результат превзошел все мои ожидания. Роза просто ошеломляет. И мне понравилось, что у этого сорта нет особых претензий на какой-то дополнительный уход. Она вообще у меня растет за забором на продуваемом месте. Вот рядом с ней растет нахема. Она мучается на продуваемом месте. А Полька вообще не замечает проблем. Я не знаю, вот сейчас, если мне придется сказать о недостатках, то единственный недостаток, который я могу назвать, это то, что она шипастая. Все, точка. Я больше не знаю ее недостатков. Флорентина. В высоту около трех метров. В ширину около двух метров. Она огромных размеров. Но это такая лавина цветов. Она просто совершенная. Она невероятная. Это тот самый случай, когда неважно, какая архитектура дома, Флорентина подчеркнет достоинства и скроет недостатки, если понадобится. Я не знаю второй плетистой розы красного цвета, которая бы смогла поспорить с Флорентиной в номинации лучшая из лучших. Ее диаметр цветка около 10 сантиметров. Цвет на солнце отлично сохраняется. Что для роз красного цвета, кстати, очень важно. Она растопит сердце самого требовательного розовода. Впрочем, как и роза Бордо. Если нужна роза на парадную зону, рассмотрите Бордо. Ее куст достигает высоту 150 сантиметров. Невероятная обильность цветения. Она не бывает без цветов. Это просто идеальная роза. Я тоже часто о ней рассказываю. И так приятно, когда через некоторое время мне пишут розоводы и благодарят за розу Бордо. У меня в саду у Бордо аромат не очень интенсивный. Но некоторые говорят, что Бордо очень сильно пахнет. У нее цветок в диаметре где-то около 10-12 сантиметров. Сейчас вы видите на экране отсылку на видео о розах Флорибундах, которые порадовали меня в этом сезоне. Это великолепные розы. Это лучшие из лучших в моем саду. Но Бордо из всех Флорибунт самое лучшее. Роаль Даль. Роза из серии, как я люблю говорить, посадил и забыл. И пусть цветок в диаметре около 7 сантиметров, но цветов много. И она цветет без перерыва. И куст такой очень гармоничный и округлый. В высоту она достигает 120 сантиметров. Не могу назвать недостаток этой розы. Аж растерялась. Потому что даже слушая других блогеров, они отзываются все в превосходной форме. И о недостатках в целом не приятно говорить. И я сама не могу сейчас вам назвать недостаток. Разве что у нее не очень интенсивный аромат. А так, одна из лучших роз селекции Остина. Кроме названной розы на парадную зону, я бы порекомендовала все розы без исключения. Из моего видео, которое называется «Розы селекции Остина». Отсылку на это видео вы видите в верхнем углу. На данном видео там представлены отличные сорта роз, которые обязательно порадуют вас на парадном месте вашего сада. Сурир Дю Авр. Идеальная чайно-гибридная роза. В высоту достигает 120-150 сантиметров. Диаметр цветка около 10 сантиметров. Аромат средней интенсивности. Это одна из самых ярких звезд в созвездии чайно-гибридных роз. Кто приходит ко мне в сад и видит цветение Сурир Дю Авр, просят продать, отдать, начеренковать эту розу. Вот настолько эффектно она выглядит. И хоть относится она к группе чайно-гибридных роз, но ее цветение больше похоже на розы группы Флорибунды. У меня она растет в компании с розой Ред Сенсейшн. И, как на мой взгляд, получилось очень хорошее соседство. Ред Сенсейшн очень обильно цветущая, постоянно цветущая. Цветок в диаметре где-то около 5 сантиметров. И совсем нет аромата. Но когда ей это мешало быть точкой притяжения в саду, в высоту она достигает 70 сантиметров, ширину где-то около 60 сантиметров. Абсолютно не требует какого-то дополнительного ухода. Не нужны перед ней какие-то лишние приседания. Роза держит цветок около 14 дней. Цветок отцветает, после чего сам отламывается и опадает на землю, что позволяет розе сорта Ред Сенсейшн всегда оставаться в приличной форме. Я розы спреевого цветения не очень жалую в своем саду. А вот это моя любимка. И, как бонус, у нее практически нет шипов. И сейчас я должна бы несколько слов сказать о ее недостатках, но вот сказать мне нечего. Стефани Баронин Цугутенберг в высоту достигает 70 сантиметров. Эта роза часто встречается в садах. Она не требует танцев с бубнами. Ее цветы в диаметре достигают 12 сантиметров. Роза держит цветок около 10 дней. И вы посмотрите, какой красивый цветок. Очень нежный и очень устойчивый ко всем капризам погоды. Она отлично смотрится в паре с Чандос Бьюти. Это если вам нужно нюдовое сочетание роз. Если поговорить о контрастном сочетании роз, то и рядом с Бордо она тоже не потерялась. Очень универсальный сорт. И если я где-нибудь найду ее на штамбе, обязательно куплю. У меня штамбовых роз в саду нет. Они меня ни разу не интересуют абсолютно. А вот Стефани Баронин Цугутенберг на штамбе куплю. Сделаю исключение. О недостатках. У нее между первым и вторым цветением есть перерыв. И перерыв может быть около месяца. Знаете, друзья, есть роза, которая по форме цветка очень похожа на Стефани Баронин Цугутенберг, но только в абрикосово-янтарном исполнении. Это роза Шоне Фомзе. Вот она практически не имеет перерывов в цветении. И она очень похожа на Стефани Баронин Цугутенберг. Но она свой цветок держит меньше, где-то около 5-7 дней. И здоровье у Стефани Баронин Цугутенберг лучше. Бисанденергио. Шраб, который очень редко встречается в садах. В высоту достигает 100-150 сантиметров. Образует красивый куст с крупными цветами и нежным ароматом. Пахнет не очень сильно. На мой вкус пахнет он розовым маслом и лимоном. Ее цвет просто невероятный. Он такой глубокий, пурпурно-красный. Ее цветок в диаметре около 10 сантиметров. Роза отличается очень обильным цветением. И цветок она держит около 10 дней. Она устойчива к различным заболеваниям. Совершенно не боится дождя. Я как-то слышала, что Бисанденергио очень жадное на цветение. Нет, это не так. Вы сейчас и сами видите, что цветет она очень обильно. Зимует великолепно. Но чтобы быть до конца объективной, как всегда, несколько слов о недостатках. Вот ее один из самых главных недостатков. Так это то, что она во время цветения немного выгорает на солнце. И если вы ее посадите в своем саду, ее придется немного подождать. Но если вы наберетесь терпения и дадите розе шанс, то она вас обязательно порадует. Шикарным цветением цветов удивительного цвета. Вот скажите, а в вашем саду растет роза Бисанденергио? Если растет, расскажите в комментариях, что вы о ней думаете. Также для парадной зоны я бы рассмотрела шраб Эмильенгио. О ней я тоже рассказывала на канале. Поэтому не стану сейчас очень подробно на ней останавливаться. Она сколько растет в моем саду, столько меня радует. Никаких претензий у меня нет к этой розе. У нее и цветок крупный. И цветок она держит где-то около 10 дней. И цветок не выгорает. Друзья, сегодня мы с вами поговорили об удивительных розах. О розах, которые могут быть визитной карточкой вашего сада. Презентационным участком идеальных роз. Напишите в комментариях, что вы думаете о сортах, о которых мы сегодня говорили. Для меня и для других розоводов ваш опыт бесценен. Он помогает избежать ошибок при подборе роз в сад. Надеюсь, видео было для вас актуальным. А на сегодня у меня все. До свидания, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok